С миром, Игнатий Тихонович. С миром, с миром. Ну вот, меня интересует то, что Сергей настаивает, вот все эти WhatsApp проще иметь. Ну вот, смотрите, я сейчас по порядку объясню, чтобы для вас было понятно, о чем речь. Что такое WhatsApp, что такое Instagram, именно в отличие от другого всего. Чтобы было понятно. Вот WhatsApp, это называется Messenger. То есть там, где перекидываются сообщениями. Это такое приложение, которое на телефон устанавливается, и в нем можно сообщения писать. Но также в нем можно картинками перекидывать, то есть картинки, роликами делиться. И самое главное, можно видеозвонок делать, вот как Skype, то же самое. Но это только в телефоне. Вот то же самое, как Skype, только в телефоне. Вот такой маленький экран будет, и там эти лица будут в телефоне. И сейчас по популярности он на первом месте. То есть сейчас все бунты всякие делают, там Майданы, все по WhatsApp делается. По WhatsApp информация отправляется, друг другу все раскидывают эту информацию, и она так плодится по всей земле, по всей стране. Вот, собственно, в этом все. Без телефона его WhatsApp, ну, можно на компьютер установить, но там не будет видеозвонка. То есть будет только сообщение писаться. Чтобы вам как-то, я просто, мне жалко, вы и так много чего познали в компьютере, это и так напряженно все. Мне жалко, я просто думаю, ну, там, ну, это новое все для вас будет. Но ничего в этом такого нету, если вы, как бы, ну, показать вам. Мне просто, я почему сам это не предлагал, потому что, ну, я, много это будет, много всего. Хотя я, в принципе, согласен, что это передовое сейчас. Вы говорили, что это как-то мелочно. А вот именно сейчас вот именно мелочно-то и на этом все и держится. Все люди как бы мелочные, и они вот в этих делах сейчас все и зависают. У вас-то материалы, они полные. Чтобы познать ваши материалы, которые у вас, надо очень много времени тратить. А все эти мессенджеры, Instagram, WhatsApp, они устроены, чтобы быстро какой-то маленький отрезок, что-то такое срезанное туда, раз, забросил, и человек сразу себе в голову закинул. И все. И не думаешь больше. Но... Вот что говорите, мне абсолютно все известно. Мне непонятно, Сергей, зачем мне это предлагает, когда он отлично знает, чем я занимаюсь? Ну, как я могу человека ознакомить, допустим, с естественным православием, с книгой? Каким образом? Отдельная тема, окрещение, покаяние. Я дал ему, теперь сегодня, завтра, послезавтра, ночью может зайти и посмотреть. Тут он будет смотреть? Может он считать такие капитальные? Вот именно что, смотрите, вы же в скайпе скидываете, но вы же скидываете-то ссылку на материал, и в WhatsApp'е все можно то же самое делать. А я почти не скидываю никак. В WhatsApp'е вы... Как вы? Вы постоянно скидываете... У вас постоянно есть уже наработки, вы раз, и там куча ссылок всяких. И вот то же самое можно делать в WhatsApp'е, и это гораздо больше людей в этом. Ну, где-то, наверное, раз в 10 больше людей, в 10 раз. У всех WhatsApp'е есть, даже у стариков есть, а Skype'е сегодня уже, наверное, у одного из 10 только есть. Вот в том-то и дело, что Skype'е уже отошел на 10-й план, а на первом месте стоит WhatsApp'е и Instagram. А Instagram, в чем у него отличие? Как если WhatsApp'е это сообщение присылать, то Instagram' — это картинки, картинки. То есть вы фотографию свою выставили, фотографию свою, и снизу подпись, какую вы хотите там, ссылку, какую вам надо. Люди смотрят, заходят в фотографию, им там этот, как говорится, лают, лайкают, лайкают, и под ними смотрят подпись. И в этой подписи, собственно, вы уже и в этой подписи вы там ссылку какую-то можете кинуть. Ну, это просто расширенный вариант общения, ну, как бы, с обществом. Вот и все. А Instagram через картинки, а WhatsApp через сообщения. Skype, потому что установлен на компьютере, в основном, людей. Непонятно, как Сергей может мне предлагать это. Мне до того смешно стало. Ну, что же это? Для меня вот это, что они делают, перекидываются, это никакого отношения не имеет к тому, чем мы занимаемся, к благовестию. То, что у нас идут занятия, допустим, там полтора часа, там собрание, оно остается, смотри, хоть когда. Выходит, каждый говорит, остается, запечатленное, закричали, все, а кто-то не придет. И проповедь живая такая же была, и не все приходили. А здесь, вот Instagram, говорили, Instagram, ну, знакомые мне, сам знаешь, там, Гавриил, другие. Выставляли, Сергей делает, ничего, ничего нету. Один, мне это не то. Главное, живой журнал. И давай помогать. Сделал живой журнал, мне отдал. В него вставляли. Что? Полгода прошло, все умерло. Это не, это, ну, никуда не годится, потому что христианство, это не шутка, говорит Иоанн Златоуст. Здесь капитальный труд, я ему ссылку сделаю на Библию. Теперь, то, что я ему выставил, а ему только одному, или другие взяли, и Библия появилась у них, вначале читать, а при чем здесь WhatsApp? WhatsApp, как какой-то Кацап. Название-то такое, прямо, петушинное. До того, мне интересно. Я не, не это хочу узнать, а то, что вот, маленьким порцием, я тут переписывался с одной из Америки, она говорит, американцы привыкли так, кратко ему нужно, кратко-то, значит, ничего не знать. Как кратко, когда, говорит, ежедневно собирались, исследуя, так ли это, они были в вере и благомыслии все солонитских, ежедневно, с одного места писания, другое, вот у нас занятия идут, по блаженному фифилакту, ну, если бы так вот можно было вести, как вот у нас, ну, принято на Ютубе, тогда понятно было, но там ничего этого нету, вот брали это, инстаграм, пожалуйста, я картинки все отдал, да, большие картинки, да, посмотрели, посмотрели, ушли и забыли. Не серьезно настолько это, это рассчитано на пустозвонство и ветер в юбке, не другим. Ну, один материал, допустим, о священстве, мне надо знать, и чтобы любой, заходя к нам, на этот материал мог дойти, или я указал, куда я его там скину, этот материал-то. Вот так же, как вот в скайпе вы скидываете, все точно так же можно скинуть, и человек зайдет и посмотрит. Знаете, инстаграм, ватсап, вот как вы говорите, тошные названия, вот точно так же это для меня, абсолютно тошные, я не могу их терпеть, эти названия, но вынужден, потому что сейчас нету, вот сейчас даже работа, вот на работе мы работаем, и все, кто работает, все общение между начальством и подчиненными через ватсап делается. Это я верю. Между сотрудниками через ватсап делается. Это я верю. Это сейчас ватсап, это то, что уже был хуже, это уже больше, чем телефон даже. Больше это стало. Раньше по телефону звонили, а сейчас по ватсапу просто сбрасывают, чтобы не общаться вживую. Не просто ссылку, а сам материал-то куда я там помещу? Ссылку ему дай. Нет, смотрите, ссылка, вот если в книге ссылка, это она ничего не дает, просто это название, то в компьютере, в телефоне ссылка, это ты на нее тыкаешь и тебя выбрасывает на этот материал. Ссылка, это значит, путь к материалу, к путь. Вы постоянно ссылки сбрасываете все время. У вас это самая сильная сторона, что вы ссылки. Я говорю, испытайте, сделайте так. У вас все данные мои есть. Я сейчас поговорим, я сейчас сброшу даже еще раз. И вы попробуйте, ну, не месяц, это слишком много, недели две хотя бы, постоянно, каждый день, вбрасывайте туда в Инстаграм, фотографии у нас море, ну, 24 тысячи. Выбирай, и все сделай, ссылки на наши, мой мир, форум, YouTube, и сайт. И увидишь, увеличится или нет. Вот у меня Гавриил, он и говорит, я такие сайты раскручивал, там где-то, я раскручиваю это. Крутил, крутил, у самого голова закрутилось, и еще нету. Так почему не движется? Потому что, широкий, пространный путь, ведущий в погибель. И они там сидят, раскрытые. Ну, в рулетке, ничего кроме блуда нету. Все пьют, и пьют, и пьют, генский огонь пытается, я говорю, залить-то. Ничего нету, а там много людей. А почему? Грех, врата ада. А чтобы найти истинный путь, это узкий, тернистый, а по тернию кто пойдет? Вот уже прямо у тебя разорвет и одежду терния. Настоящая терния, там вот такие вот шипы. И здесь-то я выставил, ну, допустим, он придет, ему нужны фотографии. Ссылку сделай, 24 тысячи фотографий, мой мир. Теперь, он желает знать серьезные материалы, ответы на вопросы. Вот укажите, я туда не пойду никогда, но вы попытайтесь узнать, много ли откликнется на это, а ссылки делай, именно на меня делайте. Потрудитесь неделю-другую на наши ресурсы. И что они будут? Ничего. Вот меня раньше спрашивали, вот вы бы встретились с Путиным, вот какую-то просьбу вы ему дали, я говорю, даю бы, чтобы каким-то образом, каким, я не знаю, сделать, чтобы все люди узнали о существовании наших ресурсов. Мой мир, форум, сайт во свете Библии и YouTube, все. Канал. Вот. Я бы это попросил, а как он сделать? Я говорю, не знаю, я-то не могу. И он-то, говорит, ничего бы не сделал. Люди просто отмахиваются. Что, слушайте, вы в каком веке-то? В 14 веке застряли, каменный век мне пишут. Какой бог? Что вы придумаете? У них ничего нет, у этих людей-то. Да, много, да, они общаются. Я это не об этом спрашиваю. Как Сергей посмел ко мне с таким вопросом подходить? Нет, Игнать Тихонович, у вас неполное представление все-таки еще есть. Ну, у всех вообще телефонов, то есть, у всех есть телефоны сегодня. И у всех там есть WhatsApp, у всех вообще, кто ходит, у кого есть телефоны, у всех есть WhatsApp. Вы, если укажете у себя, если вы будете иметь у себя смартфон с WhatsApp, у себя, то, если вы укажете во всех своих ресурсах номер с вашего телефона, WhatsApp, точнее, то все те люди, кто не имел к вам доступа, вы увидите, как вам посыпятся каждый день вопросы огромное количество. Просто много людей не имеет этих, даже приложений, которые вы говорите, Skype, оно нет уже их, уже, они уходят все. Мне вопросы-то уже отвечены. Мне нужно, чтобы вы заходили и меня не трогали. Кого я буду отвечать? Ну, вы живой. Вы живой. Им живой нужен человек. Вот я там в Инстаграме сидел, потом в Фейсбуке, но я не живой, я не могу ему отвечать. Это все трудно. Я вам, вы мне, или я, допустим, нахожу в вопросах, ему отсылаю. Вот даже у вас, Женя, Евгений пришел, Евгений. Вот то, что он к вам пришел, это же тоже, он написал в Фейсбуке вам. Я от вашего лица ему как бы ответил, говорю, приходите туда, ну, как бы я не говорил, что от вашей, я говорю, эта администрация, приходите к нему домой прям. И он пришел. Вот. Но я же этот, я же не говорю, этот, вы, я не живой. А когда он, они знают, что вы не живой, а просто какой-то дубликат, там, какие-то, то, ну, никто не выходит. Там много вопросов, много, много люди выходят на связь. Много. Я просто даже не отвечаю уже, отсылаешь им просто эти ресурсы. У меня на форум заходило много, до трехсот человек. А отвечать-то, где же я им буду всем-то? Готовый материал даю, сами смотрите. Нет, а ему, конкретно сейчас, я вот запился, не знаю, что делать, помогите мне. Сегодня уже второй по этой теме. другой-то начинает ругаться, материться. Мне нужно, чтобы они на готовые вот склады пришли. Я дверь распахнул. Склад. Выбирай на полках, что тебе надо. Бесплатно. Ну, этот, но вам в любом случае нужен телефон, чтобы вам не мешали, не звонили постоянно. Чтобы можно было миллион, миллион человек заблокировать, и все. А не 10 контактов. Мне нужно еще лет 300 жить на земле. Нет, мне самое главное... Нет, Сергей, Сергей, он, ну, как бы, я понимаю, почему. Он как бы, исходя из того, что действительно WhatsApp, это сейчас передовое, и вот он, то, что вам надо это передовое осваивать. Свистушка. Он из этого исходил. Это не капитально, это не свистушка, не склад. А так просто одна фишка висит где-то в окне, и люди заходят, смотрят, а ничего нету. Что они между собой говорят? Я разговариваю с кем-то, ничего нету. Я говорю, у тебя давно здесь? Давно. А сколько у тебя? Он ни один вопрос не знает, и общение такое, и главное, маленькие дети спрашивают, а сколько у вас подписчиков? Мне так... Зачем тебе это знать-то? Они считают. Ну, смотрят 44 тысячи 800, это много. У людей больше намного. Ну, еще подписчик-то, они же заходят, он подписался и забыл. Количество... Все равно... Он даже не знает. Вот выступили, там, такие рождественские чтения в Москве, и выступает там священник, это Дудин, какой-то, Аня Владимир и Дареда, она там меня клеймит, и все, паралагерь говорит, и решается написать митрополиту, в Роспотребнадзор, Дворкин тут выступает, они там пишут заявление против меня, а я утром встал, смотрю на форуме, и это в 20, примерно, раз больше посетителей. Я думаю, что-то сломался аппарат мой, или еще... Такого не было, цифра-то не моя совсем. Вот 150, 250, дальше у меня ни туда, ни сюда идет, вот так. И вдруг тут десятки тысяч. Оказывается, они сделали известны меня, но уже через два дня никого нету. Опять к той же цифре вернулось все, к постоянным моим клиентам. Так и здесь. Да, их много, то другое, а это ничего не даст. Вот, которая желает прийти, побеседовать, он заходит, я ему потом скидываю здесь, выставляю в интернет, о которой новые люди, они тут и заходят, тут они уже видят, да, вот это была беседа, вот на днях я беседовал с Баптистом, как они их расслабили, Америка. Ну, стоит, я ссылку делаю, с кем знаюсь, и все, ну, не больше десяти человек в день, а эти кому-то могут сказать. А то, чтобы говорить, вот так, здравствуй, до свидания, кого смотреть-то? Я вижу, они сидят все, едут в трамвае, там везде, что-то смотрят, ничего нету, никто не меняется. Рождение свыше никого не затрагивает, о смерти он не думает здесь, нет. Вот, еду, а тут афиша такая висит, блюда большие колбаса, и написано, не хлебом единым, жив человек. Он не говорит, ну, Игнать Тихоновича, скайп, вот, ватсап, от скайпа, ничего, сегодня, ничем не, вот представьте, ватсап, это то же самое, что и скайп, то же самое, все те же самые, у него функции есть, только, он у всех теперь установлен, вот вся разница, ничем не отличается, вот в этом то и дело, что, надо вам, чтобы, не у вас что-то, у вас ничего не изменится, кроме того, что появится телефон, и на нем будет установлен, ватсап, вот больше ничего не изменится, и в компьютере появится программа, в компьютере, которая, как, как скайп, ну, просто это другое название будет, и цвет другой, вот вся разница, но, в отличие от скайпа, у ватсапа, ватсап у всех есть, у всех, а скайп сегодня, вообще, мало у кого есть, вот вся разница, то, что просто приходится перейти на другое, на другое приложение, то не отменяется первое, а второе просто добавляется, вот вся разница, инстаграм, всякий фейсбук, я против этого, тоже, вам это не надо абсолютно, вы это, просто-напросто, я не хочу, даже нагружать вас не надо этим, но ватсап вынуждены, нас просто задвигают туда, вынуждены уже, никуда не денешься, туда нас просто задвинули, потому что перешли все на это дело, больше ты, ну, как бы, ну, нет смысла от этого отбрыкиваться, все, тут уже все, у всех это есть, все. Ну, у всех-то у всех, но это как раз те, которые Бога не ищут, их ничто не тревожит, им интересно познакомиться, а то другое, как рулетка, это в своем варианте рулетка, да нет, это Игнать Тихонов, что-то, говорю, это не, это уже не рулетка, это, это как у всех, телефоны есть, то это тоже у всех есть, это у хороших, плохих, там, безбожников, верующих, у всех до одного, это, ну, по названию не надо судить, ну, хорошо, вот я сколько смотрю, знакомые мне проповедники, ткачев, то, другие, почему они никуда не уходят с ютуба? они, у них везде просто, вы не знаете просто, везде, у них там работают, они вообще в ютубе, это вы работаете в ютубе, они в ютубе даже не работают, там работают куча всякой молодежи, которая их раскручивает, они делают всякие, такие вызывающие, эти, вызывающие обложки, которые, чтобы человек обязательно зашел, и поэтому они их смотрят, люди, вранье, мы же этим не занимаемся, мы правду пишем, вранье, у них все это есть, все это есть, однозначно, они названия такие дают, а там ничего нет, и вот этот ролик, который, шесть с половиной миллиардов, то я показывал его, а там ничего нету, там, ну, только что скрыто одежду не сняли, показывает движение, имитирует блуд, то другое, это очень понятно, это близко, они смотрят, ну, я говорю о Боге, о Вечности, о Священном Писании, как познакомить с литературой духовной-то, ну, я иду в автобусе, я посмотрел, где Женя, что я ему скажу, да пошел ты, когда вот на этот маленький телефон, я не звоню, за ночь, 51 звонок враждебная, 51 звонок за одну ночь, так это, где-то когда-то кто-то узнал мой телефон, а теперь узнает больше, так мне телефон-то он сгорит, сразу и все, вот у меня, у вас и так уже, у вас везде есть ваш телефон в открытом доступе, а на него же, на этот телефон будет установлен WhatsApp, и теперь те, кто будут вам звонить, ой, у кого будет WhatsApp, они смогут через WhatsApp на вас выходить, но в том телефоне у вас будет возможность блокировать все, все звонки, которые вам будут поступать, ненужные, вы же здесь даже у вас он звенит, и вы его не можете, чтобы он перестал звенеть, вам надо его открыть-закрыть, а там вы кнопку нажали, и он уже не звенит, просто лежит около вас, от этого номера. Ну вот такой вариант не подходит, чтобы вы занялись какое-то время, и попробовали на меня, на мои ресурсы направить, а я вот вижу данные, то сразу покажутся, и какая разница, я или вы, вы покажете, обо мне скажете. Игнат Ильич, Ильич, я полгода, полгода я несколько веду, полгода, сейчас просто я установился, потому что я начитывать стал много, и у меня уже на то нету времени, начитка, потому что я все свободное начитываю, а я полгода этим занимался, я несколько групп веду у вас, я и занимаюсь до сих пор, я, этот, речь не о группах, это, это все за мной и так стоит, я имею ввиду о ватсапе, вот ватсап это вам надо, это не мне, потому что я не могу это отвечать, это на вас будут выходить, это то же самое как скайп, вам говорил, придет, все установит, у вас будет скайп и ватсап, и вы по, вот вы как помните, вы стих берете, и скидываете его всем там контактам своим, вот так же в ватсапе, там выделяется, и всем контактам скидывается одновременно, рассылка делается, настолько удобно, она удобнее чем скайп, а какой материал можно сбрасывать по объему? любой, я думаю, что нет, не любой, везде есть ограничения, любой, вот все, что вы скидываете, вот то количество материала, тот, тот спокойно вылезает, ну потому что, я почему это говорю, вы то скидываете в скайп, а у меня то ватсап установлен, а я через ватсап раскидываю всем своим близким этот же материал, я тут могу скинуть, одновременно, допустим, все мои стихи, 4 тома по 800 страниц, соединенные вместе, я кидаю человеку, и он получает, но по одному человеку, ну вы же скидываете там файл просто, правильно, документ, ну так документ, документ тоже так же ватсап можно кидать, картинки можно кидать, любой файл можно кинуть там, вот лучше всего, все то же самое, Игнать Ихнович, все то же самое, вот мне больше всего нравилось, мой мир, насколько удобно было, два щелчка сделал, сразу, у меня друзья, которые друзья входят, 10 тысяч человек, и 10 тысяч человек одновременно получает 12 фотографий, и сразу же посылаю текст, 5000 знаков, но потом там всякие мерзости стали, и канал это все обрезал, даже на одного человека, вот троим я послал, но ссылка есть на что-то, ссылка там в синем, четвертый уже покажи цифры, разгадай, иначе заблокируют, то есть безобразничали, блудничали, там все показывают, сейчас этого нету, а им наши задачи, то что шире известно, Евангелие там проповедь, их это не касается, конечно, почему вот такие там, все в фейсбуке они, фейсбук, фейсбук, а фейсбук-то чем хорош? да это он хорош только тем, что в нем в основном Украина, и иностранцы все сидят, все вот русские, иностранцы, они фейсбук, вот это все, а так, для меня тоже он абсолютно неприемлемый, неприемлемый, ладно, я еще и не думал принимать, через, через силу я этот фейсбук тоже делаю, мне он не нравится, на меня нельзя направить, вы мои данные возьмите, и попробуйте как-то, чтобы к вам начали заходить, чтобы проверить, что будет, да я как там начинаю работать, там где-то по 10 человек в день, в друзья добавляется, и там каждый раз, когда я начинаю работать, все пишут, добавляются в друзья, и прочее, и прочее, за там какое-то количество времени, я в группу, группу ВКонтакте, только я поднялась там, человек на 200, я там поработал-то, не знаю, недели две, наверное, выкладывал-выкладывал материалы, это просто, это, ну это как бы, как отдельная работа, А какие вы материалы выкладывали? Да это, я беру из ваших вопросов, ответы, ответы, из них делаю статью, и выкладываю, статью выкладываю, прямо так, название, примерно я прочитаю, и суть, и название, название делаю сутью этой статьи, раз, и все, или из книги к истинному православию, или из беседы сектанты, ну вот из всего вашего материала, я статью создаю, статью, и вкладываю ее, и ты как выходит, посылать можете человек сразу, нет, там смотрите, есть как стена, ты как на стену, на стену закину, и вот у тебя в друзьях, к примеру, там, 2000 человек, и все 2000 человек, одновременно ее увидят у тебя, они ее, как бы, у них как новость, пусть выскакивает, что ты новость выставил, что-то новое, и у них это выскакивает в ленте прям, а посылать одновременно, одновременно, ну там везде ограничения есть, ну вот, это я говорю про фейсбук, про контакт, про инстаграм, а в ватсапе, в ватсапе, там по 5 человек, так выделяйте, галки ставите, отсылаете, 5 человек выделяйте, ставите, ну там можно много человек, так отправить, просто за раз, не больше пяти, за раз. Ну вот, еще нет, за раз, не больше пяти, а тут было 10 тысяч, за раз. 10 тысяч, и одновременно, сразу я им посылаю 12 фотографий, и текст на 5000 знаков, и второй раз заряжаю, опять тоже 12, и опять. Вот как, мне для работы надо, а не для того, чтобы я узнавал, смотрел, им нужно, мне общение, это и не нужно, мне нужно одно, чтобы они пришли туда, где стол накрытый, идите, зовите всех, у сына бракососочетание, хозяин послал, у меня задача стоит в том, как привлечь, как им рассказать, чтобы они пришли на этот брачный пир. Так, вот этом-то и есть, я это и говорю, что, просто там-то доступ, как бы, ко всем есть, отправить им, пригласить всех. Но не надо вам в инстаграм, в контакт, лезть не надо, там и я поработаю, и другие поработают, а вот именно ватсап, это, вот это на вас, это невозможно нам там, потому что это как скайп, мы же не можем за вас в скайпе быть, так же и ватсапе мы не можем за вас быть. Ну, Сережа об этом говорит, так почему у него дальше на ничего не сдвигается-то? Где эта лавина, где эти люди? Ну, данные-то у меня все на складе, он же мог бы взять себя и призвать там, однако этого нет. Ну, так все вокруг вас крутится, а не вокруг него. Ваш телефон везде висит-то, которые, они на вас идут посмотреть, они не на Сергея, понятное дело. Оно на вас замкнуто все, на вас. На материале, который есть у меня, на меня-то зачем зацикливаться, меня нету, материал живет. Нет, а вы уже на материал сбрасываете, уже вы. Мы-то, я-то, если бы вы знали, какая работа делается, помимо того, что вы знаете, вы бы увидели там, что делается, это часами там, в группах и прочее, скидывая материал и прочее. Об этом речи нет никакой, это люди, люди приходят, многие от этого. Вопрос о том, чтобы только ватсап был, вот и все, и телефон, смартфон у вас, это все, вам вообще ничего не надо будет делать, по сути. Просто у вас он будет, и вы поймете просто, как с ним работать. И все, больше ничего это и не надо. Так, я очень хорошо понял, что ничего этого и не надо. Это самые замечательные слова. Надо, чтобы кто-то там, из вас, кто может, материалы давали знать, где есть. Я вам сейчас скину туда. Попробуйте делать им ссылку. А я сразу определю, приходят они или нет. Я все ссылки, все имею, уже по вашим материалам, все у меня практически, я знаю, что где находится, я всегда всем все сбрасываю. Ну почему же... Я это и так говорю, уже полгода делаю, полгода я это делаю. Да почему не увеличивается-то нисколько? Количество посещаемости-то. Как не увеличивается-то? Увеличивается? Да ну, как не увеличивается-то? Там копейки. Ну, потому что мало людей-то, которые готовы вникать. Там же вникать надо во все. Да, надо вникать. Ладно. Легкомысленных-то много, а глубокомысленных мало. все равно приходят. Вот, допустим, за лето даже, да, вы были в потерявке, я, допустим, усиленно-усиленно в группах работал, в группах. И за это время к нам только на занятия, ну вот только я точно знаю, человек пять пришло только вот на занятиях, из-за... Это уже серьезно, кто на занятиях работает. Там Наталья, еще одна там Наталья. несколько, ну человек пять точно. Серьезно уже пришли, которые даже к 100-го крещения принимали. С Натальей-то мы уже лет 10 знакомы. Так что она пришла-то не за это. Да с другой, другая. Другая. Может быть. Может быть. Ну ладно. Ты сейчас дома будешь? Я еще до... Я вот начитываю сейчас это пособие по Евангелию от Марка. Я как уроки делаю. Урок. Урок первый. Где-то минут 40. И ролик я вам сброшу. Урок второй. И ролик. И прям точно по пособию иду. Я сейчас скину материал вам. Я его пишу только для вас специально. Чтобы вы вышли на меня. Человек из баптистов пришел. Стал православным. Но у него там остались друзья. А я их подталкиваю к тому, чтобы быть благодарен, что ты там получил когда. Ты же любишь слово Божие. Там научился, там. Ты не знал только, как правильно. А теперь тамошни-то с ним поборолись. Видят, что он отвечает разумно. Они тогда начали задавать такие вопросы, которые он не может ответить. Я сейчас эти вопросы вам скину. А вы зайдете на меня. И как бы роль этого... Ну, кто пришел в православие. И к нему как приходят его там оставшиеся баптисты, адвентисты. Все, понял. Да, да. Как отвечать конкретно вопросам? Понял, Игнать Тихонович. Понял. Игнать Тихонович, у вас идет сейчас закачка, так? Да. Идет. Вот когда мы будем общаться по вопросам, как бы ее убрать, потому что будет плохое качество видео. А когда будем общаться? Мы же сейчас общаемся. Ну, вот вы мне сейчас бросите вопросы. Вы же мне сейчас бросите вопросы, и я буду вам их задавать. Правильно? Ну, сейчас-то мы разговариваем нормально, но мне не мешает нисколько. У меня же стационар. У меня большой процессор стоит. У меня же не планшет. Ну, Игнать Тихонович, ну, я вам говорю про интернет. Интернет забивается. У вас компьютер мощный. Совершенно ровно идет. Я не могу отключить, потому что я его заряжаю, и он без перерыва, я где-то прерву ее, примерно 8-9 часов. У меня очень медленно идет. Но запись вполне приличная. А, ну, вы тогда и на камеру снимите тоже, чтобы было, если что, два варианта. Так это вот, смотри, я и снимаю. Да у меня автозапись идет, кроме того-то всегда. Автозапись. А, ну, все тогда, все, все. Тогда ладно, тогда и на камеру и так хорошо будет, ладно. Ну, да. А что не записывать? Ну, все, я жду вопросов. Сейчас я выражу вопросов. Жду вопросов. Вопросы. Пока один вопрос только будет. Ну, все, пока. Все, ожидай. Все? Все, примерно минут через 10 я уже закончу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok